Валентина Щербакова пришла к мемориалу «Скорбящие ангелы», как всегда пораньше, чтобы просто помолчать и вспомнить своего мужа. Штурман Щербаков погиб в Афганистане. Вертолет Ми-8 с военнослужащими был сбит маджахедами. Капитану было всего 34 года. 17 октября 1986 года без отца остались двое детей. Мне даже сон приснился, когда он погиб. Что мне говорит, прости, жена, простите, сын и дочь, что я погиб в чужих горах, что я остался здесь. И в этот день мне ночью привезли гроб цинковый. По краям мишени креста под тяжестью горя склонились три ангела. Этот мемориал был открыт здесь 11 ноября 2000 года. 13 лет назад композицию «Скорбящие ангелы» городу подарили скульптор Игорь Черноглазов и архитектор Николай Волков. С тех пор здесь, на Октябрьском проспекте, несколько раз в год встречаются родственники погибших в войнах, локальных конфликтах и при исполнении воинского долга. 78 ребят из Владимирской области погибли в Афганистане. Более 100 человек сложили головы в других военных конфликтах. Минута молчания в память о погибших на Чужбине. 15 февраля в России будут отмечать 25-ю годовщину вывода войск из Афганистана. К этой дате мемориальный комплекс «Скорбящие ангелы» привели в порядок. Коммунитесы заменили пришедшие в негодность плиты из уральского мрамора и выровняли тротуарную плитку вокруг памятника. Также заменили освещение. Но на этом благоустройство мемориала не завершено. Планируется, что в декабре здесь будут установлены стелы с именами наших земляков, солдат и офицеров, погибших в разное время военных конфликтов. Всего будет у вековечено 48 воинов. На стеле будет и имя Владимира Чистякова. Он погиб в Чечне. Ему было всего 19. Семья Валентины Михайловны очень тяжело перенесла потерю сына. Для матери он так и остался добрым, любознательным мальчишкой, который мог читать все дни напролет. Володя Чистяков всегда очень бережно относился к любимой маме. Оттуда в Чечне он прислал всего одно письмо, которое пришло уже после похорон. И сказал, отец, это мама, успокой, ничего здесь страшного нет. Стреляют где-то далеко. Все будет хорошо. Памятные стелы с именами погибших установят 9 декабря. В этот день в нашей стране с 2007 года отмечается День Героев России. Ирина Начарова, Александр Бажаров, 6 канал.